Первая основа из этих шести основ искренность, искреннее исповедание религии. Аллах Субханахва Тааля создал все творения для того, чтобы мы поклонялись только Ему Единому, никому помимо Него. Напротив этого стоит ширк, многобожий, поклонение кому-либо кроме Аллаха. Видов же Единобожие три. Это Единобожие в господстве, Единобожие в божественности, Единобожие в именах и атрибутах. И точно так же многобожие, оно бывает многобожие в господстве, в божественности, в именах и атрибутах Аллаха. Поэтому основа этой книги и самая важная основа из этих шести основ, это искренность перед Аллахом. То, что ты любым своим деянием должен желать того, чтобы Всевышний Аллах. Ты должен всеми делами стремиться к тому, что у Аллаха все делать. Намаз Аллаху, закат Аллаху, поститься Аллаху, садака Аллаху. Стараться должен это проявить. Из тех вещей, с которыми Пророк был к нам послан, это объединение единства. А не расколы разногласий. Однако это единство должно быть на том, на чем объединился Пророк, саллиллаху алейкум асалам, из подвижники. Во-первых, объединяемся на поклонении Единому Аллаху. На этом сходимся. В следовании Пророку, саллиллаху алейкум асалам. Шариат у нас один, законоположен. Хибла одна. Умма вахи. Мы единая община. Обязательно также мы должны ежедневно по пять раз объединяться, для того, чтобы совершить намаз. Мы объединяемся в каком-то городе на пятничных намазах раз в неделю. Опять же, единство. Так же, весь город собирается, опять же, объединяется на праздник Адха и праздник Айду-ль-Фитр. Да. Я ежедневно по всей Акалии в Арафе. А вся земля, то есть до этого шейх говорил, люди, местность, потом города, а вся земля, говорит, собираются где? В день Арафа. В день Арафа в хадж. И нет разницы между арабом и не арабом, кроме как в богобоязненности. Мы должны знать, что есть разница между учеными Сунны и учеными, которые пытаются быть как ученые Сунны. Но они не являются учеными Сунны. Как мы это узнаем? По деяниям. Потому что у ученых Сунны есть праведность, поклонение, богобоязненность присутствует в нем. Когда он разговаривает, он упоминает доводы из Курана, Сунны и пророка Сулсана. Это становится ясным для нас по его следованию Сунны права Сулсана, а не по его проявлению каких-то умовшенств. И мы не можем брать, принимать знания от какого-то ученого, кроме того, за которого засвидетельствовали ученые об его ученстве. Также из тех вещей, с которыми был послан пророк, который он обучил нас, это подчинение и послушание правителям. В том, что не противоречит шариату, правителям и ученым. А противоречит этому ослушание правителей или ученых, или же выход против них, или демонстрации, пикеты, митинги и так далее. Также мы должны знать разницу между угодниками Аллаха и угодниками шайтана. Кто считается угодником, приближенным Аллахом? Это те, которые собрали все два качества, вера и богобоязненность. Допустим, есть у нас какой-то человек, спит между могилами. Пьет спиртное. Ворует. Не поднувается после справления нуждств. Не закрывает аурану. Не молится. Можем ли мы сказать, что это человек, приближенный угодник Аллаха? Он говорит, что это угодник Аллаха. Прошу прощения, это вали, это приближенный. Нету сомнений, что он приближенный. Однако из приближенных к кому приближен шайтан? Нет. Вот точно так же, как ты можешь разделить, сделать разницу между небесами и землей, ты также должен знать разницу между угодниками милостива и угодниками шайтана. Точно так же ты должен знать разницу между учеными Сунны, которые делают деяния в соответствии с этой Сунной, и тем, кто противоречит этому. Кур'ан Всевышний Аллах повелел нам размышлять над ним. Пророк разъяснил этот Кур'ан своей Сунны, поэтому человек может проявить какие-то старания смотреть в Кур'ан и Сунны и понять, способен он на это, и двери Ичтихада открыты, до Судного Дня открыты, потому что некоторые заявляют, что закрыты. Некоторые говорят, нет, понять Кур'ан и Сунну невозможно. Эти слова несостоятельны, лживы. Это вкратце то, что представляют из себя вот эти шесть основ, то, что было сейчас упомянуто. Искренность, которая противоречит Ширку Многобожию. Объединение единства, которое противоречит разногласию, раздору. Послушание, которому противоречит ослушание и выход против правителя. Разница между угодниками, милостливыми угодниками шайтана. Разница между учеными Сунны и тем, кто им противоречит. И должны понять, что двери Ичтихада, они открыты до Судного Дня. Аллаху ведомо лучше.